И все привет, ребят, с Винстер Майк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему новому устройству Феникс, а именно игроку, который этот Феникс уже набил. Вчера мне скидывали большое количество скриншотов с тем, что, мол, вот в матчмейкинге уже есть новый Гаус с Фениксом. И я спрашивал, ребят, ну а где видеоматериалчик? Где контентик? Из чего сделать этот видос? Но никаких видеоматериалов мне не предоставили, соответственно, видеоролик выходит только на следующий день, после того, как уже англоязычный ютубер выложил видеоролик. Ну и есть чуть больше подробной информации, связанной с этим устройством. Ну а если вы ждали этот видеоролик, вы ждали видеоролик, посвященный трофейному Гауссу, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллионов кристаллов на 20 тысяч танкойна. Для этого у нас только в аккаунте кристалловичный, так, так, темпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего устройства на Гаусс, то, в принципе, есть у нас уже вся подробная информация, что же делает устройство и что же здесь у нас есть интересного. Выстрел на вскидку плюс 35% к урону, скорость сведения залпового выстрела плюс 20%, то есть быстрее перезаряжается, перезарядка в прицельном режиме минус 20%, ну и, ну и перезарядка в одиночном режиме плюс 0,1 секунду, не знаю, что там за плюс, отсутствуют уникальные возможности. То есть, что я для себя понял? Я для себя понял, что это устройство включает в себя два дополнительных устройства, это охлаждение соленоидов, которые как раз-таки ускоряют перезарядку в прицельном режиме и наводку, да, только здесь у нас минус 50 у охлажденных соленоидов, а у этого устройства у нас получается минус 20 только процентов, да, то есть минус 20 только. Ну, крайне, если честно, мало, я думаю, что могло бы быть и побольше, да, то есть могло бы включать прям полностью вот это вот устройство. Все-таки это трофей, да, это трофей, это не какой-то там мусор, который никчемный и не нагибающий. Ну и второе устройство, которое включает это устройство, это крупный калибр, который увеличивает у нас как раз-таки урон с ваших выстрелов. По сути, здесь все это дело и увеличено. Выстрел на вскидку плюс 35% урону, то есть у вас и более быстрая сводка, и более сильная тычка, то есть вы можете и давать быструю сводку плюс тычку и тычку плюс сводку, да, в зависимости от того, против кого вы играете, ну и я думаю, что лучше, конечно, с этим гауссом уже будет использовать как раз-таки бустер, да, именно с ним играть как в TDM режимочку, разваливать дистанцию и смотреть, что из этого всего дела может получиться. Также давайте зайдем, посмотрим профиль данного замечательного игрока, потому что там говорят, что у него прям рекордные цифры по скорости набитию этого гаусс-устройства, то есть это какой-то прям лютый игроманчик, у него 104 легенда, полторы тысячи времени часов в игре, то есть за полторы тысячи, за 1200 часов он на гаусс набил трофея, за 1200 часов он его уже приобрел на свой аккаунтик, то есть у игрока есть лютейшая мотивация играть в нашу игру, ему понравилась пушка гаусс, ну и вот он на эту пушечку и набил себе трофеечки. Понятное дело, что бил его где он? Конечно, он бил его в джиггернауте, где он еще мог его бить. Это, ну, очевидно плюс очевидно, хотя нынешний джиггернаут уже является довольно-таки слабым и неактуальным, но я думаю, что набивал он по ходу всего этого дела еще в том джиггернауте, который был сильный, да, то есть в котором еще можно было нормально поиграть и можно было нормально понаваливать. В целом, жестко, да, очередной гаусс, вернее, очередной трофей, и этот трофей на гаусс уже набит в нашей игре. Ну и по моей информации есть еще новые практически набитые трофейчики, с которыми можно будет в ближайшем будущем уже записывать видеоролики. Если вдруг мне в катке попадется этот игрок, не знаю, там на стриме, либо еще где-то, да, то я тоже запишу какой-нибудь контентичек для канала, я думаю, что это будет тоже интересно. Но пока это вся информация, которая у меня есть, связанная с устройством. В принципе, наверное, этой информации достаточно для того, чтобы понимать силу этого устройства. Исходя из такой инфы, я бы сказал, что это не супер имба, да, это не супер какая-то имбище, но это хорошее сильное устройство, то есть что-то наподобие страйкера трофейного, да, что-то в этом духе будет, ну, либо там шафта, то есть плюс-минус они, я думаю, что по балансу должны быть на одном уровне. Пишите, что вы думаете по поводу такого трофейного, ой, ну да, трофейного Гаусса. Поддержите видео и ролик лайком, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и пишите все свои мысли по этому поводу. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.